Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Вечер субботы. Это значит, что пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. Я, Мариана Мирная, и мои коллеги расскажем вам о самом важном и интересном. Трагедия, которая шокировала всю Самару. В одном из домов на улице Советской полицейские, вскрыв запертую квартиру, обнаружили тела четырех человек. Мужа, жену и двоих маленьких детей. Впрочем, жертв могло быть еще больше. Как выяснилось, семья, где разыгралась драма, была из тех, что называют неблагополучными. Двухмесячному младенцу удалось чудом спастись. Как выяснял на месте Андрей Горгуленко. О страшной трагедии, которая разыгралась в доме номер 9 по улице Советской, жители узнали полтретьего ночи, когда обнаружили у себя под окнами плачущего двухмесячного ребенка. Зайтуна Байбекова. Это она нашла младенца. До сих пор не может прийти в себя. Оказалось, что это сумка. Она была развернута. Эта сумка из двух половинок состоит. Получается, на этой сумке лежал ребенок. И сильно кричал. Молил по помощи, наверное. Я кричу. Я сама себя не помню. Кричу. Люди, кто просил ребенка. Жители, проснувшиеся от этого крика, поспешили на помощь и вызвали полицию. Позже органы правопорядка установили, что ребенок не был кем-то подброшен, а эта мать успела спасти его перед ужасной трагедией. В квартире на первом этаже были найдены тела четырех человек. Это одна семья. 34-летний мужчина, 42-летняя женщина и двое детей. Девочка, двух с половиной лет и пятилетний мальчик. Все с признаками насильственной смерти, множественными колото-резанными ранениями. Пока следователи осторожны в своих версиях случившегося. Следователи осмотрели место происшествия. Учитывая, что все окна и двери были заперты изнутри, следствие пришло к выводу. То есть предполагает, что, скорее всего, преступление совершил мужчина, после чего покончил жизнь самоубийством сам. По данному факту, Кировским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 105. Убийство двух или более лиц. По словам соседей, пострадавшие не работали, а потому денег в семье не было. Порой не хватало даже на еду. В интернет просочилась информация, что отец семейства, ранее судимый мужчина, нередко поднимал руку на свою гражданскую жену. В квартире бывали и застолья. Спокойные, когда трезвые. Если только выпьют, могут быть подозрительные. Часто примет? Ну, бывало. Она сама не работала, он не работал. То есть мы им помогали, я им помогала. Ну, не об этом даже. Ну, дети голодные ходили. Эти ли причины привели в итоге к драме или подоплека была совсем иной, теперь предстоит выяснить следователям. Мы будем следить за развитием событий. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Еще одним местом преступления на этой неделе стала клумба. Цветочные воры в поселке Управленческий разорили знаменитую композицию с зеленым роялем. Для этого злоумышленникам потребовалось две ночи. Целью преступления стали семь кустов шаровидной туи, которые обрамляли клумбу. Что теперь собираются предпринять световоды в репортаже Валерии Макаровой. Они уже были вот такие. Приблизительно вот такие они были. Они до метра должны. Самая оригинальная клумба в Управленческом стала местом преступления. Ранним утром здесь недосчитались семи кустиков туи. Следы преступления ночные воры скрыли. Ямки присыпаны, соседние цветы не тронуты. А вот так клумба выглядела два месяца назад. Маленькие шаровидные туи были частью композиции во главе с роялем, что покорил сердца жителей района. С детьми подходят, фотографируются. Очень много людей прям радовались, удивлялись, хвалили. Тот человек, который украл ту туи, он украл прежде всего это у себя. Потому что это все, что сделано нами, все цветники в поселке Управленческий сделаны для всех жителей нашего района, чтобы все ходили и города, и приезжих, гостей, чтобы все ходили и радовались. Зона повышенного риска для цветоводства в шутку называет Управленческий Людмила Ивлева, специалист по озеленению. Она работает здесь уже 10 лет и столько же сталкивается с цветочными ворами. Такого крупного воровства у нас еще не было. Выкапывают даже в августе. Я уж не говорю про май, когда идет массовая посадка. Приходишь, просто один вазон может быть полностью пустой. И прямо сначала плакала, вот настолько было обидно. Но руки опускать никто не собирается. Планы строят грандиозные. Быть может, по соседству с роялем в следующем году появится зеленый саксофон. И, конечно, новые туи. Все равно нас не сломают. Красота это такое, что это победит весь мир. Поэтому мы обязательно опять будем все восстановить, все делать и даже три раза больше делать. На зло вот этих людей. Цветоводы уверяют, клумбы восстановить легко. Не жалко ни сил, ни денег. Гораздо важнее воспитать культуру в людях. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. К счастью, в Самаре людей, радеющих за внешний вид города, гораздо больше, чем вандалов. Полтысячи вазонов с цветами появилось благодаря программе «Цветущий город». Сотни предпринимателей уже разбили цветники рядом со своими организациями. Конкуренцию им составляют жители. В своих дворах они устраивают оранжереи. План по озеленению уже превысили в промышленном районе. Как им это удалось, знает Валерия Макарова. За трепетными питуньями и горделивыми туями ухаживают сильные руки Евгения. Владелец шиномонтажа на окраине Самары в Юнгородке недавно освоил еще одну профессию – ландшафтного дизайнера. Рассказывает, клиенты в восторге. Готовы часами нежиться на скамейке с зеленым ковром. В районной администрации участие в программе «Цветущий город» поддерживают. Считают, благодаря таким энтузиастам зацветет и окраина. В рабочие районы, но все равно можно создать красоту. Тот, кто хочет это сделать, он ее может сотворить из любого. Вот из шин сделано, сделаны подсветки. Люди хотят стремяться и привлекают к себе покупателей. Равнодушным к цветам не смог остаться и предприниматель Сергей Левин. Около его магазинов появилось 56 вазонов с петуньями. Здесь красные, белые, бархатистые, очень красивые. Светы сам выбираю, ездим тоже по рынкам сами с старшими продавцами, ездим, выбираем цветочки. Задают планку в цветочном оформлении сами жители промышленного района. Одни из самых богатых цветников в домах по улицам Нововокзальная и Старозагора. 127 сортов на одном газоне. Посмотреть на такую красоту и перенять опыт приходят все соседи. Газоны, они все в цветах, все цветут. Начиная с мая месяца. С апреля? Ну, с апреля. Самые первые крокусы они появляются в апреле. И до ноября месяца, пока мы уже не уберем газоны. Их нам даже жалко убирать, потому что они такие цветущие. Семена. Потом они все это выращивают. Домой все это несут, там выращивают. Потом выносят сюда, посажают, поливают все. Ну, в общем, всю свою любовь они отдают за бесплатно, бескорыстно. Все они отдают, всю свою любовь, дому. Намеченный план по программе «Цветущий город» в промышленном районе выполнили на 100%, а по некоторым показателям даже на 200%. Так, на улицах появилось почти 500 вазонов с цветами. Половина из них – дело рук неравнодушных предпринимателей. Благодаря программе площадь цветников в Самаре увеличится на 25%. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События. Работы ведутся по всем фронтам. После модернизации возобновил работу асфальтобетонный завод в поселке Козелки. Ему больше 40 лет, и оборудование здесь никогда не обновлялось. Теперь же поменяли все техническое оснащение. Мощность модернизированного предприятия оценила Лариса Шалафаст. Модернизированный асфальтобетонный завод уже работает в полную силу. Здесь установлено самое современное оборудование отечественного производства. Только один новый асфальтосмеситель способен производить 160 тонн в час. С таким объемом не справлялись даже три старых аппарата. Модернизированный завод может выпускать почти 3000 тонн асфальтобетонной смеси в сутки. Этого количества достаточно, чтобы покрыть более 20 тысяч квадратных метров дороги. Асфальтобетонному заводу больше 40 лет. Единственная модернизация оборудования здесь проводилась только однажды, в 80-е годы. С тех пор техника изрядно износилась. Оборудование не модернизировалось 31 год. И понятно, что качество приготовления асфальтовой смеси было невысокое. Кроме того, были большие потери. Потери как конечного продукта, так и на этапе смешивания. Поэтому приводило все к нерентабельности. Ну и плюс, наверное, не очень грамотное было управление этим участком. Поэтому принято было решение сдать в аренду. Результаты вы видите сами. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим новый качественный асфальт и на наших дорогах. Все работы по обновлению инвестор выполнил за свой счет. На заводе запущена и новая установка по производству минерального порошка. Раньше его приходилось закупать. Привели в порядок и зимнее хранилище. Открыли лабораторию, которая контролирует качество асфальта. Каждая машина проверяется через лабораторию. И также лаборатория мобильная присутствует на объекте, непосредственно где он укладывается. Поэтому после этого отбирается проба. Если вдруг проба не соответствует нормам, то в принципе либо этот асфальт сразу не используется, либо буквально оперативно сразу срезается и перекладывается. Арендатор планирует провести к заводу железнодорожные пути. Это позволит значительно сократить логистические расходы. В этом году в Самаре запланировано отремонтировать больше одного миллиона квадратных метров дорог. И дефицита асфальта теперь точно не будет. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Качественный асфальт и ровная дорога европейского уровня – вот к чему нужно стремиться. Хотя некоторые магистрали вполне соответствуют современным требованиям. Уверен житель Самары, который на своем автомобиле пересек Европу. Сергей Городнов проехал 13,5 тысяч километров, чтобы попасть на футбольный матч. Подробности большого путешествия смотрите в сюжете. Все дороги в Европе напоминают нашу трассу М5 между Самарой и Тольятти. И примерно они все так же выглядят. И у нас даже есть там отрезок магистрали до аэропорта. То есть в принципе вот эта вот дорога М5, она, я считаю, европейского уровня. Автопутешественник Сергей Городнов на своей приоре проехал всю Европу, чтобы попасть во французский город Лиль на матч чемпионата Европы по футболу. Вместе со своей девушкой Екатериной Сергей на дальнее расстояние отправляется не впервые. В прошлом году Армения и Грузия, теперь и Европа за плечами. В планах Китай. Главное, чтобы хорошая компания и новые впечатления. Новые страны, города понравились. Дорога, конечно, не понравилась. Она однообразная. Везде пейзаж и все одинаковая природа. То есть равнина, равнина, равнина. Маленькие горки, дорога, трасса. А города интересные. Въезжаешь, когда смотришь. Больше всех понравилась Прага. Логическим завершением поездки стал туманный Лондон. Столица Великобритании, как полагается, встретила гостей из России дождем. Мы проехали 13,5 тысяч километров. Мы проехали 10 стран. Мы были и в России, и в Украине, и в Польше, в Чехии, в Германии, в Бельгии, в Англии, в Париже, в Испании. Вернулись. И больше всего нам нравится дома. Потому что дома нормальные цены. Тут нормально кормят, вкусно. Приемлемые цены на бензин. Путешественники, говорят, ни в одном городе не встретили такой же машины. Видимо, российский автопром не прижился еще на Западе. Но для Сергея и его приора лучше любой иномарки. Надежный и верный друг. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Благоустраиваются в Самаре не только дороги, но и подъезды. На примере одного из них можно воочию увидеть, что же такое идеальный ремонт по-самарски. Все чаще союз активных жильцов дома и управляющих компаний приносит свои плоды. Чистый подъезд, новая электропроводка. Как из обычного многоквартирного дома сделать дом мечты, расскажет Юлия Черняева. Один в поле не воин, заявляет Вера Ткачева, и с ней согласны жильцы дома 119А по улице Гагарина. Энергичный председатель совета многоквартирного дома и газоном занимается, и соседям помогает, и держит тесную связь с управляющей компанией. Ремонт подъезда Вера Петровна контролировала лично. Я даже написала благодарственное письмо рабочим, кто здесь проводил текущий ремонт. Они очень так активно, доброжелательно, по-доброму отнеслись ко всем моим замечаниям. У нас подъезд был в безобразном состоянии. У нас лет, наверное, 10. Мы не красили, не белили, ничего не делали. Стены были как это, я не знаю, сказать даже, слов не подберешь. А сейчас красиво. И выбрали фисташковый цвет, очень модный. Цвет стен выбирали всем подъездом. Колебались между персиковым, сиреневым и фисташковым. В итоге на голосовании победил нежно-зеленый. В доме уже поселились новые почтовые ящики, камера видеонаблюдения и цветы в горшках на этажных пролетах. Чтобы в подъезде было хорошо, чтобы в нашем доме людям жилось очень нормально. У нас очень хорошая старшая по дому, Вера Петровна Токовчева. Вот она все-таки благоустроила, поливает, все занимается, все вот домом занимается. Молодец, дай Бог ей здоровья. Успех такого идеального ремонта – это не только активная деятельность общественников дома, но и внимательность управляющей компании, желание сотрудничать с жильцами и быстро реагировать на просьбы. Прозрачность работы и реальные результаты – то, к чему следует стремиться. Всегда нужно помнить, что дом – это крепость, и в доме должен быть хозяин. То есть лучше у хозяина, чем совет МКД, то есть быть не может. Любая управляющая компания, как бы она ни была хороша, без активных жителей, то есть никогда не выполнить всех требований, всех пожеланий. Потому как жилец, который проживает в доме, он лучше знает, что ему хотелось бы, как это должно выглядеть и в какие сроки должно быть выполнено. В планах у старшей по дому – ремонт крыльца и дальнейшее благоустройство двора. Козырек уже укрепили, пандус установили, разметку для парковки сделали. А там уже можно будет задуматься и о капитальном ремонте дома. Советы многоквартирных домов существуют практически в каждом доме города. Это результат активной работы администрации Самары. Юлия Черняева, Максим Гусев, События. Когда-то утраченная вещь вернулась домой. В Северодвинске в дар музею завода «Севмаш» самарская делегация передала номерную доску подводной лодки «Б-107». Наша съемочная группа стала свидетелем исторического момента. Табличка с техническим номером подводной лодки и названием завода-изготовителя для подлодок является паспортом и по значимости приравнивается к знамени полка. А ведь пять лет назад самарский коллекционер Дмитрий Хмелев даже не подозревал о ценности своей находки, когда покупал на аукционе лот предметов морской тематики. Его внимание привлек водолазный шлем, в комплекте которому отдавали и номерную доску. И только в прошлом году он узнал истинную ценность своего приобретения. А в том году, когда мы делали музей-приво-выставку, посвященную Советской Армии и военно-морскому флоту, я выставил как образец. И один литерат подошел ко мне и сказал, что эта вещь сегодня уникальная, это номерная доска с подводной лодки, что это очень ценная вещь, очень редкая. Дмитрий решил отправить номерную доску почты, но связавшись с заводом «Севмаш» и узнав о заинтересованности рабочих, понял, нужно передать подарок лично. И собрал целую делегацию, пригласив с собой причастных людей с армии и ветеранов-подводников. Ведь считает, заслуга обнаружения передачи должна принадлежать Самаре. Для нас на самом деле огромная честь, что из тем нашего музея эта номерная таблица будет отправлена на «Севмаш» и там будет расположена в музее этого известнейшего предприятия. На берегах Белого моря самарских гостей тепло встретили, провели для них экскурсию по одному из крупнейших судостроительных комплексов России и организовали по-настоящему семейную церемонию передачи номерной доски. В ней участвовали руководящий состав завода и сын первого командира подводной лодки Б-107. И это замечательно, что сейчас в музее вам огромное спасибо. Я действительно говорю, как подводник, как офицер, как адмирал, как командир подводной лодки, что вот такие вот вещи, они возвращаются в музей на обозрение всех поколений, чтобы они знали и понимали, что все давалось совсем непросто. Я вам выражаю искреннюю благодарность. Переоценить значимость этой вещи очень сложно, ведь в ней определенная душа лодки и тех людей, которые ее строили и служили на ней. А потому так важно, что частица северодвинской истории вернулась на родину. Андрей Горгуленко, Галина Щерба, Константин Головин, Олег Ракшин. События. А вот в Самаре скоро появится дом музея Эльдара Рязанова и сквер, где установят памятник режиссеру. Чтобы увидеть концепцию, разработанную самарскими архитекторами, в наш город приехала вдова Эльдар Саныча Эмма Байдулина. О чем договорились, узнаете из нашего сюжета. «Жизнь как кинолента» легендарный режиссер Эльдар Рязанов. Глыба отечественного кинематографа, безусловно, заслуживает вечной памяти. Так решили в Самаре, городе, где он родился и провел первый год жизни. С предложением открыть дом музея Рязанова и сквер с его памятником, самарская мэрия обратилась к вдове режиссера Эмми Байдулиной. Эльдар Саныч очень любил Самару. Это был самый любимый его город. Я вот сейчас сказала на нашей встрече, что Эльдар Саныч, у него на первом месте была Самара, на втором – Петербург, на третьем – Париж, а на четвертом – Москва. Вот такая была любовь. Поэтому я не могу сказать, что я удивилась, когда получила это приглашение и предложение, поняла, что уже работа началась над созданием дома-музея. Я безмерно благодарна, и не только я, но и все люди, которые любят Эльдар Саныч. Они все благодарят вас, ваш город, ваше руководство, всех наших друзей, потому что я думаю и надеюсь, и почти уверена, что первый или музей, или дом-музей, как уж будет назван, я не знаю, Эльдар Саныч, конечно, откроется в Самаре. На дружеской встрече городских властей вдовы народного артиста и архитекторов говорили и о том, что музей и сквер должны быть с изюминкой. А самарцы даже могут принести в качестве экспонатов музея вещи, связанные с Рязановым или его эпохой. Сейчас вопрос находится в разработке. Точного видения, каким будет пространство, пока нет. Но концепция в целом готова. Сквер превратится в кинотеатр под открытым небом. В доме, где уже отремонтировали фасад, на трех этажах будет музей. В любом случае, здесь должно быть уютно и по-домашнему, чтобы атмосферу рязановских фильмов мог почувствовать любой желающий. Мы хотим, по крайней мере, моего предложения, закрыть разрыв подвод, потому что мы договорились, что с стороны постово можно заезжать, да, я с кого-то разговариваю. А здесь сделана сплошную зону, которая завершалась, вот, значит, у нас там газон, да, и там кусарник, по-моему, у нас, по-моему, машин там быть не должно, конечно. На доме номер 120 по улице Фрунзе также установят мемориальную доску, которая будет выглядеть, как старый советский телевизор с экраном и ручным переключателем. Памятный артефакт появится уже этой осенью. Сквер и музей примут первых гостей весной 2017-го. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Первый десант детей, находившихся в трудной жизненной ситуации, а также победителей всевозможных олимпиад, отправился отдыхать в Крым. Подростки от 7 до 14 лет живут в разных уголках Самарской области. Путевки для них бесплатные, отдых организован за счет средств областного и федерального бюджетов. Данил Клычков отдыхать на Черное море едет впервые, да и на поезде ему предстоит отправиться в первый раз. Скучать не придется ни в дороге, ни в Евпатории, уверен, подросток не успела поездка начаться, а у него уже новые друзья, с которыми познакомился тут же. Купаться и отдыхать, и на двухъяростной кровати спать. Диана Филоненко занимается легкоатлетикой, вице-чемпион поселка Суходол Сергиевского района на 300-метровке. В свободное от спорта и учебы время зачитывается приключениями Тома Сойера. Когда узнала о поездке, сразу и не поверила своему счастью. Ведь мама родом из Крыма, там же сейчас живет бабушка Дианы. Я обрадовалась, я, наверное, всю неделю до поездки прыгала от счастья. Будет классно, круто, то, что так будет прикольно. Я надеюсь увидеться с бабушкой. Мне вчера мама столько рассказывала об этом, как это классно. Так что я вся взлом, даже выговаривать буквально нормально не могу. На оздоровительный отдых в Крым в этом году отправились 180 самарских детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также победителей всевозможных олимпиад и спортсмены. В рамках регионального проекта Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области поправлять здоровье подростки от 7 до 14 лет будут 21 день в санаториях имени Крупской и Смена. Надо отметить, что в этом году вновь выделены деньги с федерального бюджета в объеме 43 миллионов рублей на отдых именно детей данной категории. В течение всего летнего периода отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 509 тысяч детей. То есть количество детей, которые будут оздоровлены, не уменьшается с каждым годом. Это очень важно при сегодняшней ситуации, социально-экономической ситуации, как в России, так и в регионе. По единому билету самарские подростки в сопровождении 17 взрослых и врача на поезде Самары доберутся до Анапы, потом на автобусах до Керченского пролива, затем паром до Крыма. Встретят путешественников в санаториях Евпатории. И это только первая смена, вторая состоится в начале августа. Одна группа поедет в Крым, другая в Анапу. Программа оздоровления подростков работает в Самарской области уже третий год. Для всех детей путевки на черноморские курорты бесплатные. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Второе дыхание старинного ремесла в Самаре с помощью выставки решили возродить давний вид рукоделия – филейно-гипюрную вышивку. Мастерицы, хоть их немного, еще могут научить желающих создавать красоту своими руками. Как из ниток и иголки получается произведение искусства, смотрите в сюжете. Как рыбак плетет рыболовную сеть, так мастерица Лидия Карпеева плетет основу для вышивки. На выставку, посвященную 110-летию, основательницы этого старинного ремесла, Надежде Тазовой, ее ученицы показывают свои работы. Им нет аналогов, узоры уникальны и никогда не повторяются. Надежда Тазова навыки кружевоплетения получила от матери, послушницы женского монастыря. И затем сама научила ремеслу сотни женщин. Замысловатые строчки, цвета и фактура превращают обычные мотки ниток в произведения искусства, которым можно пользоваться. Скатерти, салфетки, жилетки, палантина и пончо. Волшебным рукам мастериц подвластно все. Я не повторяюсь. Я сама изображаю, я сама рисуюсь. Я художник скрытый. А потом я и соломками занимаюсь. Я чем только не занимаюсь. Здесь предметов. У меня вся квартира в этих. Я ни одной не сняла, ни с одной стены. И Пушкина, и все. А Пушкина у меня пытались даже купить. Китайцы, корейцы, японцы. Была какая-то. Нет, она не подходит. Говорит, мы так его любим. Я говорю, а я так как люблю. По легенде, такую вышивку в Россию привез еще Петр Первый из Голландии, чтобы девицам было чем заняться долгими вечерами. Мастерство передавалось из поколения в поколение. Все изделия хранят тепло рук кружевниц, которые порой не один месяц трудятся над созданием очередного шедевра. В какой-то мере забываешь обо всем, потому что думаешь, вот когда рисунки, рисунки же все вот создаются из головы, ниоткуда не беру ничего. Поэтому забываешь обо всем, все только вот что как здесь, вот как здесь нарисовать, что здесь нарисовать, что здесь воспроизвести. Филейно-гипюрная вышивка – весомый пласт культурного наследия Самарского края, хотя сейчас мало кто им владеет. Выставка изделий в ЦРК «Художественный» будет работать каждый день до 21 августа. Вход для посетителей свободный. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Такой была неделя глазами наших корреспондентов. Удачных вам выходных. И помните, политика в жизни не главное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова